Продолжение следует... ...и уровень контроля со стороны курирующего министерства. Но что важнее, вскрыты системные просчёты в обновлении производства. На предприятии, которому как воздух необходимы новые станки, увлеклись обсуждением и конкурсами. При том, что рядом есть предприятие, которое может собрать и поставить нужное оборудование. В итоге за год запустили не новый цех, а всего четыре станка. Промышленность в Орше приличная. И я уже отмечал, это промышленность, предприятия, промышленности, востребованы в стране. У нас машиностроительная страна, обрабатывающая страна, обрабатывает огромное количество металлов и прочего сырья. И для этого нужны, к примеру, инструменты для того, чтобы обрабатывать металл. Поэтому я уцепился за инструментальный завод. Всем было хорошо. Полсотни, 50 миллионов долларов примерно импортировали инструмента при живом инструментальном заводе. И никому до этого нет дела. Вот пример импортозамещения. Поэтому по всем направлениям были приняты мною решения. Не сделано практически ничего. Развитие Орши, лакмусовая бумажка для правительства – это также цитата Александра Лукашенко. Но почему именно этот регион? Конечно, ответ можно искать в экономике. Всё-таки это крупнейший район не только в Витебской области, но в масштабах страны. Здесь сосредоточено вдвое больше трудовых ресурсов, чем, скажем, в трёх соседних районах – Сенинском, Дубровинском, Толочинском. Это крупнейший промышленный кластер, в котором более 30 предприятий. От их успешной работы зависит наполнение бюджетом. Более того, они за счёт производственных связей могут потянуть вверх сотни других производств. Впрочем, Александр Лукашенко во главу угла ставит другое – главные люди. Их проблемы, заботы и надежды. Именно им нужно создавать возможности и условия для продуктивной работы и комфортной жизни. Собственно, именно это и есть повод и мотив сегодняшнего совещания. Для меня ориентиром является прежде всего уровень заработной платы. Сегодня в Аршанском районе – это 770 рублей. В среднем по Витебской – 820 рублей. И вообще, Николай Николаевич Витебшина по уровню благосостояния населения плетётся в хвосте. А на отдельных предприятиях зарплата выплачивается ещё и с задержками. Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? И естественно, как вчера губернатор докладывал, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвёртый белорус, уехавший за границу на заработки из вашей Витебской области. При этом все вносимые на рассмотрение президента предложения по выделению финансирования, решению организационных вопросов поддерживались мною незамедлительно. Недопустимо, чтобы на местах работа скатывалась к формализму и волоките. Возрождение региона должно было стать образцом, чтобы подобный опыт распространить на другие города, как было, скажем, с агрогородками и укропнением хозяйств в аграрном секторе. Это вопрос не только ОРШа. Это вопрос равномерного распределения производительных сил по всей стране. Мы не можем допустить, чтобы 10-миллионная страна наполовину разместилась в Минске. На наших глазах примеров немало. Наверное, все вы бывали в Москве, проезжали через Московскую область, и видите последствия подобного размещения населения и производительных сил. Этого допустить нельзя. Ограничивая строительство в Минске, областных центрах, нужно развивать районные центры, средние города и городские поселки. Таких средних городов у нас 11, и проживает там немало – 15% населения. Правительство на примере ОРШа должно было показать системную работу с такими регионами. Социальную сферу мы довели до ума, помогли к дожинкам создать приемлемый цивилизованный город, который вы должны будете содержать в идеальном состоянии, без государственного бюджета. К этому нужна производственная база. Люди должны, кроме того, чтобы жить в красивом городе, работать, расти детей, содержать семью. Доклад главы госконтроля звучит как приговор и вердикт серьезным – несостоятельность правительства. Которая, по словам Леонида Анфимова, выбрала совсем не главную роль в этом проекте. Не исполнителя, а наблюдающего. Перепоручив работу местной власти. И в итоге в районе увольняют больше, чем принимают на работу. Не произошло и роста зарплат. Работа фактически сведена к многочисленным корректировкам комплексного плана и бизнес-планов предприятий, а также принятию организационно-технических мер, наведение порядка на предприятиях, освобождение от неиспользуемых площадей, земельных участков, решение кадровых вопросов, которые так и остались на бумаге. Даже то, что не требует больших материальных финансовых вложений, наведение элементарного порядка в производственных помещениях, цехах, на внутризаводских территориях не выполнено. Что мы вчера воочию наблюдали. Проводимую правительством совместно с облсполкомом и райисполкомом работу нельзя назвать системной. Она носит скорее косметический характер. И её явно недостаточно для обеспечения переезжающего развития района. С критикой Леонид Анфимов прошёл буквально по всем сферам. Промышленность – волокита. Модернизация льнокомбината затянуты сроки. Без контроля президента она бы продолжалась и сегодня. В социальной сфере местная больница недополучила полтысячи единиц медицинского оборудования. Товарищ президент, по вашему поручению комитет госконтроля взял данную ситуацию, как и по Гомельской областной детской больнице на контроль. Мы разберёмся со всеми этими недоработками и доложим вам отдельно. В заключении, исходя из изложенного и увиденного в ходе вчерашнего посещения главой государства отдельных предприятий региона, полагаю, что работу правительства, область полкома и райисполкома по комплексному развитию Оршанского региона к выполнению поручений президента по данным вопросам следует признать крайне неудовлетворительной. Глава администрации президента Наталья Качанова проблему видит в том числе в отсутствии налаженных связей между исполкомами. Районы области не работают в связке, а должны. В Орше между тем принадлежит второе место по количеству обращений в администрацию президента. Что касается правительства, там, конечно, включили административный ресурс, но мощных современных инструментов развития не представили. Наталья Ивановна, вы приезжали по моему поручению, для того, чтобы посмотреть, как реализуются те поручения, которые мною были даны. Вот вы приехали первый, второй, третий раз. Ваше впечатление? Все вопросы были просто затянуты. Они не решались быстро, оперативно, как-то требует время. Сказать честно, то, что я увидела тогда, впервые выехав на эти предприятия, и то, что сегодня, ну, подвижки есть, но это после вчерашнего посещения, можно сказать, что это ни к чему не привело. Почему Кобяков с компанией не выполнили мои поручения? В чем причина? Вы же это должны были почувствовать. Надо было продумывать шаги эффективные, решать эти вопросы, возможно, где-то по привлечению инвесторов, по созданию совместных предприятий производств, думать о том, что будет выпускать. Включили административный ресурс, но не более того. Административный ресурс, понятно, вот сегодня заберет эту продукцию, МАС заберет МТЗ, еще кто-то заберет эту продукцию. А дальше? Внутренний рынок, ведь он не безмерен, надо выходить на другие рынки. Поэтому это вот такое отношение должностных лиц к тем поручениям, которые были даны главой государства. По-другому я это обозначить не могу, даже просто потому, как вчера, присутствуя, вот у меня, честно, Александр Григорьевич, я скажу, перед всеми здесь, в этом зале, я тоже работала в местных органах власти, у меня даже мысли не мелькнуло, что, когда готовится визит президента, может быть такое состояние на предприятии. Курировал аршанские проекты и управ делами президента. В докладе Виктора Шеймана немало болевых точек. Изношенность заводского оборудования, острая потребность предприятий в модернизации, дисбаланс в торговых расчетах, накопление долгов. Вчера при посвящении предприятия, вы, Александр Григорьевич, сделали жесткую оценку по состоянию территории производственных бытовых помещений. Эта оценка объективная. При том, что за истекший год наводили относительный порядок. Состояние на тот период, как бы действительно было, значит, после войны. Как война закончилась, и с эвакуацией предприятия возвращались уже назад на свое постоянное место, где они будут работать. Вчера, хотя вы видели, сены более-менее почищены, тогда вообще даже о сенах разговора не шло. Предприятия без окон стояли, стекла выбиты, крыша текла, и полнейшая запущенность. Премьер-министр задачи разделил на оперативные и среднесрочные. Что сделано уже? Разблокировали счета предприятий, снизили для них тарифы, передали в коммунальную собственность непрофильные активы, построили теплицу. Но на это не нужен год, считает президент. Дела нескольких недель. Если президент сказал в 2017 году это сделать, вы там должны были, или семашка, находиться на заводе, в крайнем случае вовк, и в ручном режиме начинать чистить, драить, в порядок проводить. Поздняк там приводит людей, которые все, кто-то вывозит, кто-то чистит, кто-то прочее, прочее, прочее. Вы это не сделали. Что вы мне рассказываете, если это вот так посмотреть, без красоты ваших слов и кабинетной работы, прийти туда, то совершенно там такое, знаете, вот я захожу и думаю, президент требует, а правительство умные сидят. Да пофиг, что он там требует. И в этом виноваты вы, я вам публично при всех говорю. Вы не создали в правительстве напряжение, бывший глава моей администрации, чтобы решения президента безукоризненно были выполнены. Я вас предупреждал, работать там надо, как в военное время. И Шеймана туда послал, который ни черта не сделал в плане контроля. Деньги дали, льготы дали, отсрочку, рассрочку. Неделя работы. Неделя работы. И когда это еще сделано вопрос, если я в апреле 17-го года поставил задачу, сформированы перечни неэффективного использования имущества. Перечни сформированы. То есть на лист, на чертили, написали, что под бульдозер, а что продадим. Неделя работы. Определены для реализации конкретные инвестпроекты. Мы у него были. У нее были. Понятия не имею, что завтра делать. Какие конкретные проекты. Зарегистрировано с чешской компанией предприятие. Завершен первый этап модернизации Аршанский инструментальный завод. Крышу отремонтировали. Это первый этап. Стыдно читать. Эхо вчерашнего дня постоянно сопровождало нынешнее совещание. Александр Лукашенко напомнил, никому не позволено заниматься очковтирательством и показухой. Главная оценка усилий – это результат. Поехал в Барань. Они мне начали рассказывать. Ну, я, естественно, привезли, где-то там отмарафетили, зашли, флаги и прочее, рассказали. А когда пошли не по маршруту, женщина, руководитель завода, в некоторые кабинеты как-то технологических этажей, где люди работают, конторы, зашли, жуть. И вы мне что-то рассказываете. Спрашиваю, что с этим зданием? Супер зданий, таких нет зданий в стране. Это мы на продажу. Это под бульдозер. Это туда. А поставлена была Засю и Двигалеву задача при назначении, что все помещения должны быть задействованы. Мы там должны создать образцовый комбинат ВПК, завод ВПК. После таких неутешительных итогов Александр Лукашенко принимает жесткие кадровые решения. Они коснулись правительства и обладатели министерских портфелей. Причина одна по фигическому отношению правительства к поручению президента. Поэтому на этой неделе внести предложение по замене всего руководства правительства. Всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован и у вас находится. Хватит смотреть им в рот, и они будут все нам рассказывать, как им сложно, как им трудно. В бухгалтерии зарылись. Всех до единого. Внести предложение по министру промышленности и по министру строительства. Он сидел, не мог отремонтировать крышу, выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? Позняка отправить в отставку и найти ему другую работу. Как вариант, Вовка направьте сюда, который будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шестенову сказал, пусть определяется. Не сделает, пойдет туда, куда я вчера сказал. Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что президент в стране есть, и он управляет страной, если уж на то пошло. А вы занялись саботажем. Также у главы государства накопилось немало вопросов к вице-премьеру Василию Жарко, который курирует социальный блок. Больничные комплексы вводятся не полностью оснащенными. И Орша не единственный случай. Вы почему не обеспечили выполнение моих поручений, как я сказал? Владимир Александрович, мы начали строительство в июне месяце. Я знаю, что вы там сделали. Почему не оснастили? Почему не пришли ко мне и не сказали, что вы не можете выполнить? Не успели закупить, если процедуры... Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели? В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели. В текущем году... Садитесь. После вчерашних визитов на заводы президент объявил строгий выговор губернатору Витебской области Николаю Шерстневу. А за развитие Орши отныне отвечает не правительство, которое себя скомпрометировало бездействием, а связка из администрации и управделами президента, а также комитета госконтроля. Разумеется, при участии в местной вертикали. Строгий выговор Шерстневу за безобразное, безответственное отношение к порученному делу. По руководству правительства я сказал, Вовка, Черного немедленно отправить в отставку. Двигали в Узасю полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных, ответственных и прочих, я просто предупреждаю. Представите нового руководителя председателя из полкома сегодня и поставите каждому задачу по всем предприятиям. Вы, Анфимов и Шейман. Чтобы это было реализовано, попробуем без правительства это реализовать. У нас есть некоторые резервы в бюджете и банки. Матюшевский знает, что делать с банками. Пусть подставляют плечо и бюджет в том числе. И не дай бог, к 7 ноября не будет здесь подвижек. Я уже вчера сказал, я приеду, посмотрю, будем польноводствующие совещания проводить. Не дай бог, мой глаз зацепится, где-то что-то не так. Меньше круг ответственных, эффективнее результат. Похоже, по такому принципу отныне будет строиться работа по исполнению аршанских поручений президента. А потому совещание сегодня продолжилось. Но с меньшим количеством участников. Александр Лукашенко принял решение перевести Аршанский регион на режим особого функционирования. И впереди большая работа. Довести дело до конца. Дело счастья не только для управленцев, для всей страны. А развивать регион государство намерено не столько ради прибыли и экономических результатов, сколько для того, чтобы люди предпочитали жить и работать здесь, на своей малой родине. Александр Злобин, Анна Пыш, Сергей Вяль, Александр Автуков, ОНТ.